Хотите попить? Это чистая вода. Вежливо отказываются из-за страха за собственное здоровье. Выпей водичку и бери белые тапчики одевай. И так живут во многих домах Маркса. Пенсионер Владимир Пухальский за водой ездит на родник. Говорит, кран открывает только в экстренных случаях. Так дальше жить нельзя. У людей по два-три фильтра стоят. Вот я сам у соседника менял фильтр. Вы не представляете, глина. И то, наверное, приятнее на руках держать, чем вот этот фильтр. Говорят, сотни писем о состоянии воды в адрес местной власти остаются без ответа. Поэтому люди просят помочь уже власть областную. Это второй дом. И здесь депутатов тоже встречают с банками, жидкость в которых весьма отдаленно напоминает воду. Люди платят за воду. Платят за воду, извините меня, деньги. Вот за эту воду. За нее вообще нельзя платить. Местные чиновники говорят, сейчас решают вопрос с новой скважиной, с которой и будут подавать питьевую воду в дома. 1 сентября. Бурить будет водоканал. Ответственный генеральный директор водоканала Пулькин Андрей Юрьевич. Но по словам специалистов, ситуацию этим не исправить. Из насосной станции вода выходит нормальная. А вот до квартиры она доходит уже совсем другая. Эксперты уверены, проблему питьевой воды нужно решать по-другому. Менять коммуникации, возраст которых доходит до полувека. Надо менять трубы. Чья проблема менять трубы? Администрации. Какая-то программа, часть программ. Мы депутаты. Мы обязательно поможем в решении любых программ. Протолкнем, что нужно, что необходимо. Но нам нужно, чтобы кто-то обратился. Ведь в районном бюджете просто не хватит средств на такую масштабную реконструкцию. А из области деньги смогут выделить. Но при условии, что муниципальные власти подготовят необходимые документы. Это и пытаются объяснить жителям и главным местным чиновникам, которые отвечают за сферу ЖКХ. Торопят для того, чтобы в следующем году они успели попасть в программу. Так как в этом момент уже упущен. Ксения Зубина, Антон Романов, ТВ-Центр, Саратов.